Включаемся. Всем добрый вечер, мне зовут Мируерт Хигай, Мика, можно, звёздный мастер из Казахстана, и каждую неделю выступают наши мастера, от мастеров продаж и выше, с темой, почему они выбрали Атоми. И это очень полезные встречи, особенно для новичков, тех, кто ещё сомневается, тех, кто только пришёл в Атоми, либо тех, кто ещё не достиг мастерства, узнать, как же достигнуть этой вершины. Артур – музыкант, до Атоми был студентом, сейчас на ранге мастер продаж и ещё и руководитель центра – Уфа Дзен, верно? Да, всё верно. И сегодня мы послышим Артура, перед тем, как слышать выступление Артура, мы послышим его выступление музыкальное. Давайте посмотрим клип. Артур – музыкант, до Атоми, Атоми, Атсу. Артур – музыка. Атоми-паста-,томи-щетка Удаляет весь столет, резку и脾ки придает Атоми-паста-,томи-щетка Вперед, Атоми-анцы! Вперед! Атоми, 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 атоми. Об ответ пью лютеин. Лютеин, лютеин. Он для глаз номер один. Лютеин, лютеин. Придаёт глазам пигмент, самый лучший элемент. Лютеин, 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 лютеин. Вперед, атомианцы Вперед, атомианцы Вперед, атомианцы Вот Артур мне скинул ссылку на этот клип Потом я нажала на сам канал Канал называется «Дзен» И там есть еще Песни про атоми и не только Там можно видеть Карьерный путь Артура Ну что ж, Артур, тебе слово Почему атоми? Всем привет. Во-первых, хочу сказать, что сегодня мой вебинар будет помогать мне вести председатель компании «Атоми» господин Пак Хангиль, пусть даже и на картинке. Ну, давайте для начала познакомимся. Меня зовут Артур Эхмидианов, мне 22 года. Я руководитель образовательного центра в городе Уфа. В свободное время я занимаюсь музыкой, пишу песни, играю на гитаре и барабанах. В 2015 году я окончил музыкальную школу по классу гитары и с тех пор занимался концертной деятельностью, играл в различных коллективах, и мне это очень нравилось. В 2020 году окончил колледж, получил диплом по специальности туризм. Но из-за начавшейся пандемии коронавируса эта отрасль перестала, к сожалению, быть востребованной. Я начал искать другой источник заработка, искал работу в онлайн-сфере. Мои родители, имеющие уже достаточно большой опыт работы в сетевом бизнесе, предложили мне рассмотреть корейскую компанию Атоми, которая на тот момент только входила в Россию. Я к ней прислушался и активно начал изучать компанию. Компания Атоми сразу меня зацепила. Во-первых, потому что компания южнокорейская, а Южная Корея, как мы знаем, передовая во многих сферах, и довольно экзотическая для российского рынка. Так как, на мой взгляд, в России существует переизбыток европейских сетевых компаний. А во-вторых, меня впечатлил маркетинг-план компании, который оказался настолько лояльным и прогрессивным, что, я думаю, лучше вы не найдете. Для начала немного расскажу о компании. Атоми – это глобальный интернет-магазин, действующий уже во многих странах. А с 2018 года российские покупатели также имеют возможность приобретать высококачественные корейские товары, одежду, косметику, продукты здоровья, продукты питания, чистящие и моющие средства и многое другое. В компании очень простые условия. Бесплатная регистрация, нет членских взносов, нет обязательных закупов. Все, что требуется от дистрибьютора – это купить любой продукт не реже одного раза в год. Что касается бизнеса, он также прост и лоялен. Пригласите двух человек, они, в свою очередь, должны пригласить еще двух и так далее. Ограничений нет. Структура в этом случае будет расти бесконечно, а ваш товарооборот и, соответственно, ваше вознаграждение будут расти в математической прогрессии. Бесплатная регистрация, отсутствие стартового набора инвестиций и обязательных закупов делает компанию Атоми привлекательной для новичков. Благодаря созданному товарообороту компании Атоми щедро платит своим партнерам. Для регистрации требуется заполнить минимальные сведения о себе. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, электронная почта и телефон. Получайте ID-номер, пароль для входа в личный кабинет и выполноправный член топовой компании Атоми. Атоми во всем мире проводят обучающие мотивационные семинары. Называются они Академия успеха. Также каждый зарегистрированный партнер компании при покупке продукции получает так называемый PV, что означает Point Value или условные единицы – баллы. За них вам будут вычисляться деньги. При этом достаточно делать активность 10 000 PV раз в год, чтобы получать свои вознаграждения. Согласно маркетинг-плану Атоми, 70% своей прибыли компания направляет на комиссионные вознаграждения дистрибьюторов. Это, с одной стороны, дает дистрибьюторам стимул сотрудничать с компанией, а, с другой стороны, позволяет компании постоянно развиваться. Представьте, что вы начинаете свой бизнес, не имея собственного продукта и не делая инвестиций, и не производя каких-либо личных затрат. Кроме того, у вас может быть собственный виртуальный офис и площадка для торговли в режиме онлайн. Преимущества компании – надежная, стабильная, перспективная, новая в России, нет обязательных закупов. Продукция премиум-класса и по доступным ценам. Это все, что было по компании. А теперь давайте вернемся к теме вебинара. И я сегодня хотел поговорить именно про творчество и бизнес. Как я уже сказал ранее, я музыкант. Играю на гитаре, барабанах. С недавних пор начал петь и писать свои песни. Но чтобы начать зарабатывать на своей музыке, нужен огромный потенциал. Но я никогда не рассматривал музыку как источник заработка. Скорее, как хобби, которое дает мне энергию в жизни. В компании Атоми можно вести бизнес, но при этом не забывать о творчестве, которое меня вдохновляет, дает возможность восстанавливать энергии и занимает важную часть моей жизни. Бизнес не мешает творческому процессу. И даже наоборот. Успехи в бизнесе помогают реализовать себя в разных сферах и заниматься увлекательным хобби. Также у меня, как Мика сказала, у меня есть несколько песен, посвященные компании Атоми, несколько клипов. Сейчас иду в этом направлении. Конечно, на это меня вдохновили работы Мики Хигай, Владимира Хигай. Там интересные очень клипы, интересные песни. Также хочу сказать, что музыканты считаются обладателями большого воображения и фантазии, в отличие от ученых, политиков и бизнесменов, которые скорее являются реалистами. Но когда бизнесмен может продемонстрировать столько же воображений, как живописец, он обречен на успех. Сейчас творческое мышление ценится не только у обладателей творческих профессий. Оно не менее важно в бизнесе. Ведь креативный подход помогает решать проблемы и задачи быстрее, эффективнее и интереснее. Итак, кто же такие бизнесмены? Попросту говоря, бизнесмены – это люди, которые находятся в постоянном борьбе за определенные ресурсы. А люди искусства – это люди, которые обладают ярким творческим талантом, безусловно, общительные и постоянно находятся в творческом процессе, иногда даже неосознанно. Как же совместить в себе разные по духу личности? Как вы думаете, что играет немаловажную роль в бизнесе? Нет, это не стартовый капитал, не наличие связей, а принятие нестандартных решений и идей. Чем креативнее будет идея, тем будет больше шансов, что ваше дело будет развиваться. А что свойственно людям творчества? Правильно, людям творчества свойственен высокий уровень креатива. Теперь мы должны направить свой креатив в русло бизнес-идей. К сожалению, когда идея рождается, приходится спускаться с облаков и думать о земном. То есть о том, как мы будем упрощать нашу задумку в жизни. Самым первым делом мы должны составить план, кому мы будем рекомендовать товар, как и так далее. Еще одним из основных факторов является правильное распределение времени. Так как я отношусь к категории творческих людей, могу сказать, что первым делом вы должны победить свою лень. Возможно, придется забыть про удовольствие на некоторое время, но я думаю, игра стоит свеч. Спросите у людей, которые могли давно уже начать работать на себя, а не на дядю. Почему они не начинают строить свой бизнес в компании Atomi? Ответ, скорее всего, будет такой. Для этого необходим особый талант. Талант же, как известно, свойствует у людей творческих и даже не совсем нормальных с точки зрения обывателя. Тот, кто всю жизнь трудился на себя, а не на дядю, вероятно, считает, что бизнес – это всего лишь средство для решения финансовых проблем. Однако можно дать и другое определение. Это практическое воплощение в жизнь творческих идей. А вот идеи появляются тогда, когда человек недоволен существующим положением дел. Ну вот вам самая простая из этих идей. Как бы заработать денег больше, чем я имею сейчас? Обычно с этого и начинается творчество. Причем возможности для этого есть всегда, особенно в бизнесе. Отличной готовой возможностью является сетевой маркетинг. Удачность предпринимателя можно определить по-разному. Как ни крути, это всего лишь широта мышления. Не всегда гениальная идея сможет продвинуть дело вперед, если не будет других идей. Например, как можно воплотить гениальную идею на все 100% дела? Должен быть беспрерывный поток идей. Их нужно сначала проверять и реализовать в жизни. Затем двигаться дальше и все начинается сначала. Разве вам это не напоминает творчество художника? Приходят идеи картины, возникает образ, замысел. Далее решается, какого размера будет это произведение, какие материалы потребуются. Затем идет реализация процесса. Готово. Теперь надо решить, что с ней делать. Продать, презентовать музею или сохранить для потомков. И пора реализовывать новые идеи. Как видите, от бизнеса этот процесс отличается только деталями. А многих ли вы знаете бизнесменов, которых можно смело назвать творческими личностями? По вашему творчеству и бизнес это как-то не по правилам? И все же, чем больше масштаб бизнеса, тем многограннее становится творчество человека в создании и контроле и развитии своего дела. А многие бизнесмены ведут свои дела, свои бизнесы по правилам. И что получается в итоге? Почему-то они не становятся мультимиллионерами. Но мы немного размечтались, а однако время не ждет. Ведь мы решили начать новую жизнь. Вы уже определили, какой бизнес вам по душе. Наверняка поборолись все свои страхи и сомнения. Теперь самое время создать план ваших дальнейших действий. Бизнес-компании Атоми должен приносить вам удовольствие, радовать вас и вдохновлять. Это не пустые слова. Без этого будет нелегко им заниматься. Как сказал Владимир Хигай, получается у тех, кому это нравится. Вероятность того, что к вам сразу же потекут большие деньги, весьма небольшая. А для того, чтобы какое-то время вы могли работать, совершенно не получая прибыли или даже себе в убыток, вы должны действительно быть увлечены тем, чем вы занимаетесь. Вы должны знать свое дело намного лучше других. В идеале быть уникальным специалистом. И это еще не все. Вам придется читать специальную литературу, следить за открытиями и новинками компаний, приобретать новый опыт, размышлять, анализировать новые знания. Клиенты предпочитают самых лучших. Да, и что немаловажно, самооценка ваша существенно повысится благодаря высокому профессионализму. Теперь внимание. Очень важно. Ваше хобби обязательно должно вас вести к вашей главной жизненной цели, а не уводить от нее в сторону. Если же вы решили немного позаниматься бизнесом, заработать денег и только потом заниматься любимым делом, то ваш путь неверный. Как тут не вспомнить старый мультфильм, в котором страшный дракон охранял несметные сокровища. Постоянно, каждую весну, мужественные молодые войны пробираются в его логово, чтобы сразить ужасное чудище. Убив дракона, они остаются в пещере. Не находя в себе сил отвести от сокровищ глаз и совершенно незаметно для себя, постепенно сам превращаются в такое же чудовище. Истерегут сокровища, пока очередной добрый молодец не приходит с ними сразиться. Проходят века, но так повторяется снова и снова. Поэтому хорошенько подумайте, прежде чем принимать решение сражаться с драконом. Ваш бизнес должен отражать ваши жизненные ценности, ваш взгляд на мир. Идеальный вариант, когда бизнес развивается на базе ваших достоинств и способностей. Ваше любимое дело должно развивать вас как личность. Очень важно. Ваше дело должно не отнимать у вас более трех часов в день. Это невозможно, думаете ли вы? Возможно. Если подойти к этому делу с умом. Давайте разберемся. Ведь основная причина создания бизнеса – это желание иметь свободное время, свободный график работы, возможность больше проводить время с семьей и вообще иметь время на личную жизнь. Один из специалистов назвал правильным бизнесом лишь тот, который можно надолго оставить, уехав, например, к морю, а вернувшись, обнаружить, что все идет как по маслу, а прибыль только увеличилась. Неплохая мысль. Дожить до тех времен в своем бизнесе, когда вы будете только генератором новых идей. Причем это очень ответственное дело. Но это в будущем. Если у тебя нет двух третий свободного времени в день, ты раб, – сказал Фридрих Ницше, – пожалуй, лучше и не скажешь. Я уже говорил, что дело должно быть творческим. А что же такое творчество? Это необязательно умение писать картины, музыку, песни или книги. И не всегда музыкант – личность творческая. И необязательно инженер, не творческий человек. Творчество – это не профессия и не должность. Это ваш подход к вашему делу. Причем не важно, чем вы занимаетесь. Будьте творцами, создавайте революционные идеи, ищите находки, новые ракурсы. Становитесь все интереснее и привлекательнее для клиентов. Это и называется творчеством. А теперь сами ответьте на вопрос. Необходимо ли творчество в бизнесе? А может, как раз в вас скрыт этот невидимый, но такой желанный и нужный предпринимательский талант? Хочу рассказать вам историю успеха Estée Lauder, основателя американской компании, специализирующаяся на производстве и продаже престижных средств по уходу за кожей, декоративной косметики, парфюмерии и средств по уходу за волосами. Один из секретов впечатляющих успехов, которые Estée Lauder добилась в бизнесе, заключается в том, что она была очень изобретательна и настойчива в достижении своих целей. И всегда добивалась того, чего она хотела, поскольку Estée Lauder очень любила свое дело, и это помогало ей осуществлять свою мечту. У каждого из нас есть своя уникальная мечта, быть может и не одна. Я мечтаю дойти до самой высшей квалификации компании Atom и попасть в лидерский клуб. Также еще одной моей мечтой я стала посетить Южную Корею, побывать в главном офисе компании и лично познакомиться с председателем компании, господином Пак Хангилем. Если мы ничего не делаем для реализации своей мечты, она остается мечтой. Только с твердым намерением воплотиться в жизнь мечта может стать реальностью. С вами был мастер продаж и руководитель образовательного центра в городе Уфа Артур Ахминзянов. Спасибо за внимание. Артур, спасибо большое. Классная презентация. Скажи, пожалуйста, как ты сделал так, чтобы тебе помогал презентовать Пак Хангиль? Это какая-то зума, да? Это в зуме есть, да, фон можно поменять сразу в зуме. У меня просто тут висит на стене хромакей, зеленый фон. Он автоматически уже поставил, ну, нашел вот этот хромакей. Я в интернете нашел картинку Пак Хангиля и поставил на хромакей, получается так. Круто, просто я только в первый раз вижу, очень так смотрится. Ну, вдохновляет. Все-таки председатель компании, очень интересный человек, яркая личность. Почитай чат, здесь идут слова поддержки. Эльвира пишет, молодец, Артур, спасибо за содержательное выступление. Желаю тебе постоянного вдохновения, творческих успехов. Пусть исполняются все твои мечты. Спасибо большое, спасибо. Всем желаю успехов. Артур, я еще знаю, что для тебя Атоми – это семейный бизнес. Можешь рассказать про это? Ну да, это для меня семейный бизнес, так как мне посоветовала моя мама заниматься этим бизнесом, да, мои родители. Как я уже говорил, я отучился на специалиста по туризму, и как раз, когда я защищал диплом, началась пандемия коронавируса, и все гарницы были закрыты, то есть работы для турагентов не было. И мне, конечно, такой перспективной работой была работа в интернете. Ну, это, получается, сетевой маркетинг, да, рассматривали, я рассматривал. И мне родители подсказали именно вот новую компанию на тот момент, которая входила в Россию, это компания Атоми. Как бы была возможность быть в числе первых, да, то есть добиться большего успеха. Поэтому я, конечно, не стал медлить, изучил компанию тут без каких-либо сомнений, там, с первых видео о компании, мне уже эта компания сразу, как я уже говорил, зацепила. Потому что, во-первых, ну, что она такая южнокорейская, да. Сейчас, как я говорил, в России, на мой взгляд, переизбыток европейских сетевых компаний. И поэтому, конечно, такая особенная компания, не имеющая аналогов в мире, меня сразу зацепила. Я начал работать. Работать, конечно, спасибо родителям. Они мне очень сильно помогали, строили структуру, помогали строить структуру, потому что я еще как бы молод, да, скажем так. То есть у родителей был сетевой опыт, да? Вот Альфия, вот сетевая, да? Да, да, да. Альфия, она более 10 лет занималась именно МЛМ. Во многих компаниях была, поэтому, как бы, опыт у нее тоже уже есть в этом. Ну, у меня похожая история. У меня мама тоже занималась, где только, да, в каких компаниях не работала. Но я видела, что там либо продукт был не тот, либо маркетинг-план. То есть мне было это неинтересно. А потом я ее сама пригласила. Поэтому так вот интересно. Еще у нас похоже то, что я тоже музыкант. Я пела в группе, но больше в джазовом стиле. Тоже у меня были гастроли. Я помню. Гастроли-то интересные, конечно. И фантурки, да, и клипы. Даже один раз меня пригласили в фильме поучаствовать. Поэтому вот с точки зрения музыканта, да, вот ты говорил про творчество. Тоже было все очень мне откликалось. Как ты думаешь? Как вообще отнеслись к твоему выбору Атоми, твои друзья-музыканты? Скажу так, что друзья-музыканты, ну, во-первых, отсеялись на две категории, которым это неинтересно. И которые вот заинтересовались у нас вот в клипе, да, гитарист, допустим. Он тоже сейчас выходит на агента, ну, развивает свой бизнес, как бы работает в этом направлении. Мы как бы идем к этому, учимся. Ну, вот как-то некоторые положительно отнеслись. Потому что здесь действительно, когда, я же говорю, люди знакомятся с компанией, сразу появляются такие вещи, которых, ну, невозможно не игнорировать. Действительно, большие преимущества и большой горизонт, то есть, открывается перед нами. Тем более перед музыкантами, у которых сейчас тоже нет такой, ну, площадки для работы, да, скажем, из-за коронавируса, из-за пандемии музыкантам тоже сейчас нелегко приходится. И поэтому зарабатывать всем хочется, много, чтобы в команде, тем более, работы. Конечно, это привлекает и моих друзей тоже. Ну, я же говорю, 50 на 50. Кто-то отсеялся, кто-то положительная отнес. Я думаю, что это еще изменится, потому что ты будешь достигать больших и больших успехов. Внимание, как случилось со мной. И тут Раиса Али пишет, молодец, Артур, желаю успехов в достижении самого высокого ранга в Атоме. Ну, твоя цель это империал, да? Да, конечно. Спасибо большое. Гузель пишет, молодец, очень интересно и полезно выступил. Спасибо. Супер. Да, еще один пример очень успешного музыканта в Атоме, это Гузель Уразова. Я думаю, ты знаешь ее, да? Да, знаю. Да, это в команде Тали. Она получается... Я так думаю, что после карантина, после ковида, да, она тоже ушла в Атоме. Как раз потому, что, ну, уже не выступишь так с гастролями, да, не поездишь по городам, по СНГ, потому что уже все поменялось в этом мире. И очень хорошо, что музыканты, они, да, мы уходим, мы ушли в Атоме, как бы мы продолжаем творить, да, уже делаем песни про Атоме, клипы. Да, эта тема сегодняшнего моего вебинара была именно посвящена этому, то, что, как бы, можно заниматься музыкой, не бросать любимое дело, но при этом оно даже будет помогать в ведении бизнеса, да, привлечении новых клиентов, партнеров и, ну, вдохновлять их, вдохновлять себя. И, ну, и, что самое главное, зарабатывать больше, чем на музыке. Согласна абсолютно, я помню, я как-то выступала в одном лаунж-баре, и потом друзья пришли в этот же лаунж-бар и такие, ну, после выступления говорят, давай выпьем вина. Ну, они бы такие сели, такое еще, такое престижное заведение, я такая села, заказала вино, приходит счет, и вот все, что я заработала за этот вечер, я отдала за это вино. Да-да, кстати, в основном так и происходит. Поэтому, да, музыканты, пожалуйста, рассматривайте Атоми, это очень крутой бизнес для нас. Гульнара пишет, молодец, классное выступление, мы верим в тебя. Спасибо большое. Мы очень в тебя верим, спасибо, что ты с нами. Да, тебе сколько лет? 22? 22. 22 всего. Это очень высокий у тебя уровень осознанности, да, потому что, чтобы заниматься Атоми, да, и продолжать, нужно, да, быть очень мудрым человеком, с большим сердцем. Да, ты еще и расскажи, как ты руководишь центром, какие, что тебе нравится в центре, какая работа? Ну, во-первых, в центре в основном у меня сидит мама, я больше по структуре, мы проводим каждый понедельник, четверг, планерки, обучающие вебинары по структуре. Ну, вот я больше по структуре именно работаю. Еще какие-то обучающие материалы, видео, именно по обучению структуры работаю, в основном вот так. Ну, и, конечно, в центре тоже принимаю продукцию. Это все в этом духе так. Классно. Айгуля и Гузель пишут слова тоже поддержки, спасибо вам. А, хотела спросить еще, какой продукцией ты сам пользуешься? Что-то из ухода, что-то из витаминов, я так понимаю, лютеин ты пьешь постоянно? Пью, да, все, что было в этой песне, пью лютеин, химохим, спирулину пью тоже, да, витамин С пью. Ну, в принципе, все БАДы здесь очень интересные. Омегу-3, ну, по уходу, это пенка для умывания, пенка после бритья, милт, да, такая пенка милт. Также постоянно пользуюсь All-in-One. Волосы у тебя-то красиво уложены. Ты пользуешься шампунем, воск? А, ну, конечно, да, забыл про шампуни, кондиционеры, это все мне очень нравится, Атоми, приятный аромат, приятный эффект дают. Также хочу сейчас начать пользоваться воском Атоми для волос. Ну, вот, в плане таких вещей, зубная паста, зубная щетка, мыло, конечно же, вот, такие, скажем так, нужные в хозяйстве вещи. Ну, не скажу, что я там делаю там маски для лица или постоянно какие-то бибикремы не мажу, конечно, но вот такое, то, что действительно нужно, это этим пользуюсь. То, что действительно каждый мужчина пользуется в своем ежедневном уходе, скажем так. То есть все в доме заменили на Атоми, да? Да, конечно, абсолютно, а без этого никак. Классно. Эдура пишет, молодец, Артур, желаю достижения ранга империал и Эльвира. Артур, Мика, продолжайте радовать нас своими песнями. Слышала песню в вашем исполнении. Очень красиво. Спасибо большое. Спасибо, да. Да, я, кстати, хотела вам показать. Так, YouTube-канал Артура. Я вот сама только сегодня зашла. Сейчас в мазочку отступим. Ага. Вот, называется Дзен, да? Большими буквами. Ну, хотя без разницы, наверное, как написать, да? Большими или маленькими. Ну, да, ну, да. Вот такой аватарку, вот вы видите, фиолетовый, это Артур. Вот здесь есть песни, вот то, что мы с вами слушали от амянцы, мастер-продаж. Вот твои песни, они прям, как это, они в памяти прям остаются надолго, их прям напеваешь потом долгое время. Ну, стараюсь, 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 чтобы людям запоминались, быть ярким. Да, и в клипах, я вижу, тебе помогают партнеры. Да, конечно, без команды, без партнеров я бы не достиг этого всего, и песен, может, не было, и я бы не сидел перед вами сейчас, если бы наши партнеры не моя команда. Так, здесь Артур рассказывает о компании, и дальше уже твои клипы, да? Ты на каких инструментах играешь, кстати? На гитаре, на барабанах, ну, все, бас-гитара, электрогитара, акустическая гитара, все виды гитар и барабаны. До свидания, в пору еще учусь петь, как бы. Здорово. Спасибо, Артур, было очень интересно сегодня тебя послушать, познакомиться. Да. Вам спасибо. Слушать историю. У тебя кожа очень классно выглядит, и волосы, видно, что… Ну, это вот all-in-one, я пользуюсь им постоянно, то есть два раза в сутки, перед сном, утром и после бритья. Вот, в принципе, мой основной уход за кожей – это all-in-one. Здорово, я думаю, этот вебинар был очень полезным, и те, кто твоего возраста, да, и музыканты, и студенты, они посмотрят на твой пример и тоже захотят так, как ты. Ну да, надеюсь на это. Продолжай в том же духе, я присоединяюсь ко всем пожеланиям здесь в чате. Спасибо за вашу поддержку, спасибо, что вы с нами. Эта запись я сделала, будет выложена на нашем YouTube-канале с твоими контактами. Спасибо большое. Смотрите в записи, вы можете, да, и YouTube-канал, и в Instagram к Артуру попасть. И также расскажи, у тебя же есть ВКонтакте, да? Есть ВКонтакте, да. Также, как и Instagram, там собачка, аксми, нижнее подчеркивание дзен, можете найти ВКонтакте мою страницу. Ну, там, в принципе, ничего особенного, просто моя страница с моими фотографиями, с моими клипами, с записями, с продукцией Атоми. Ну, это вот по личной моей странице. Также есть еще и, так скажем, чисто посвященная Атоми страница. Ну, я думаю, ее вам, ну, если хотите найти, собачка от дзен, нижнее подчеркивание, Атоми. Это у меня Instagram и ВКонтакте, именно рекрутирующие такие, продающие именно по Атоми посвященные. А TikTok есть? TikTok есть, но так, чтобы активно, я его не веду. Я его смотрю, кстати, за вашим TikTok, очень интересно. Спасибо. Вот хотела спросить насчет ВКонтакте, просто у нас редко бывает. Обычно развиваются в Instagram в основном, YouTube, Facebook, да, а вот ВКонтакте я редко слышу, что развивается. Как вообще там идет продвижение, идут оттуда регистрации? Ну, не так активно, но есть. Там, мне кажется, именно для меня мне больше удобнее работать именно ВКонтакте. Ну, помимо Instagram, конечно же. Instagram – это как основная для привлечения клиентов площадка. Но в Facebook, допустим, мне не хватает каких-то знаний языка там, потому что в основном все зарубежные аккаунты. А ВКонтакте я сижу просто, наверное, с самого основания контакта этой соцсети, поэтому я привык в нем работать. И как бы много там друзей, много людей, как теплые контакты. Ну, там мне удобнее работать. Понятно. Ну, хорошо, да. Наши это мяунцы, они во всех соцсетях. Ну, конечно, я думаю, надо быть и здесь. Да, согласна. Ну, что ж, мы завершаем. Всем пока, Артур. Пока-пока. Продолжай радовать нас своими успехами. Вперед к империалу. Мы в тебя верим. Ты молодец. Спасибо большое. Хорошо. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok